В Уфе с 6 по 9 июля проходил 5-й Всероссийский фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров». В рамках заочного этапа экспертами было рассмотрено более 500 конкурсных работ, но до финала были допущены только 150 мастеров. Среди участников – студенты вузов и колледжей из 28 регионов России, от Симферополя до Владивостока. Они распределились по шести группам 15 номинаций – Урал, Идель, Яик, Сакмар, Нубуш и Хумай. 7 июля на площадках Акмулинского университета прошли первые конкурсные испытания в очном формате. Юные мастера представили жюри творческие работы, презентовали свои наработки, эскизы, рассказали о себе и своих компетенциях. Сегодня я показывал игру, импровизацию Кубаира Акхакла. Так как вот уже я начал замечать, что именно традиционный вид исполнения снова начинает выходить из обихода, я как-то решил уже продвинуть ее, показать, может, чтобы люди начали понимать, что нельзя забывать свою культуру, свои инструменты и как-то пропагандировать его. У нас презентация была, именно мы зашли с того, что вообще, что такое народный костюм, как мы вообще его представляем, начали вообще с истории. В конкурсе я участвую на самом деле второй раз. Я в прошлом году участвовала в Дагестане. И в этом году мне очень сильно понравилось, потому что ты знакомишься с новыми людьми, ты видишь себя совсем с другой стороны, раскрываешь себя по-новому. В рамках второго конкурсного дня участники выполняли задания, объединенные одной темой – «Мелодия родного края». Каждый максимально старался проявить свои творческие способности и мастерство. Испытания проходили на различных профильных площадках. Мастерские художественно-графического факультета Акмулинского университета стали основными. Здесь ребята представляли номинации «Роспись по ткани и стеклу», «Металлу и дереву», «Керамика и вышивка», «Бисера и кружевоплетение», «Ручное ткачество», «Валяние из шерсти», «Художественная обработка камня», а также «Национальная одежда». Фольклористы и музыканты представляли свое мастерство в стенах технопарка БГПУ. Мастера по художественной обработке дерева, металла соревновались на площадках колледжа Уфы. На площадке я уже определилась, что буду делать, до этого у меня не было никаких мыслей. Тема «Культурный код России». Поэтому я выбрала в качестве выловки, получается, курай, семь лепестков, отражающих семь родов Башкортостана, снизу украсила орнаментом башкирским и придумала таким сделать пояс. Здесь у меня будет семь родов Башкортостана, то есть я как тамгу сделаю на каждой, тамга – это обозначающая род каждого из семи основных родов. И колечками их соединю, и получается такой для выступления пояс. Можно в национальном стиле выступать, можно просто украсить, потому что мы в Башкортостане находимся. Вот такая задумка у меня. Я занимаюсь плетением вологодского кружева. На данный момент уже основной узор закончен, ниточки зашиты. И я решила выделить, вот здесь вот, получается, у меня основная композиция – это как богиня-роженица, получается, и вот здесь у нее цветочек, а внутри цветочка зарождается новая жизнь. Я решила ее выделить тоже золотой нитью в цвет. Отличительной чертой фестиваля этого года стала номинация «Пчеловодство». Соответствующая мастерская находится в городе Мелиузе. Именно туда отправились участники, чтобы исследовать качество меда и изготовить специальные рамки для ульев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова